Привет, друзья! Меня зовут Александр Хелько. Мы часто в наших видео говорили про хороший звук в играх. Я решил сделать подборку игр с действительно хорошим звуком и тезисно рассказать, по каким критериям можно понять, что это топовый звук. Это подборка не чей-то рейтинг, а лично моя субъективная оценка. И, возможно, у вас может быть совершенно другой набор игр. Во время написания сценария для этого ролика я выбирал игры, которые вы могли уже видеть в нашей рубрике «Саунд-дизайнер играет в игры». В итоге я выбрал 6 игр, которые мы сейчас с вами и разберем. Перед нами прекрасная игра Red Dead Redemption 2, вышедшая в октябре 2018 года, которая по праву занимает место в моем топ-чарте. Это экшен-адвенчир-шутер от третьего лица. Для игр таких жанров важны проработка звучания главного героя, конечно же система боевки со звуками выстрелов и их дистанциями. А для этой конкретной игры еще важны проработка драматургии нарративной части и все звуки, связанные с лошадью. Обратите внимание, как аккуратно музыка дополняет геймплей, создает погружение и добавляет авантюризма нашему настроению. При переходе в меню происходит бесшовный переход, который не прерывает игровое погружение. Причем во многих играх, наоборот, создатели не озадачиваются такими бесшовными подходом и явно ощущается нарушение иммерсии. Мы видим карту и слышим звук бумаги. Мы двигаем курсор и слышим звук шуршания. Звуки выбора пункта меню или нажатия тоже из реального мира. Похоже на стуки по столу. Люблю такие решения, когда каждый звук в игре сделан не просто так, а есть отражение игровых реалий. В игре шикарно проработана природа. Смена погодных условий, дня и ночи. Птицы, животные, вегетация, ветер. Даже стоя в открытом поле, ты понимаешь, что это живой мир, наполненный различными существами. С точки зрения систем, технические саунд-дизайнеры очень хорошо постарались. Система движения персонажа, детальность проработки лошади, на которой столько вы бы не скакали, звуки не надоедают. Мы не слышим повторяющихся паттернов. Лошадь действительно живая, она дышит и издает различные звуки при движении по разным поверхностям. Очень круто сделаны разговоры с второстепенными персонажами. Система настроена на дистанцию для изменения голоса. Это делается не путем настройки громкости. Диалоги были записаны заранее с разной интонацией. Актер говорил обычно и дополнительно кричал эту фразу. Поэтому если мы отойдем от NPC во время диалога, диалог изменится, словно в реальной жизни. Это очень крутое решение. Звуковые эффекты — voice-over. Микс кристально-прозрачный. И даже под спецэффектами и диалогами всегда слышны механические составляющие у оружия. По звуку мы явно сможем определить, можно ли стрелять или еще перезарядка не закончена. Художественная и информационная составляющая у звуков выполняет свои задачи на 100%. Создатели этой игры хотели, чтобы игрок, погруженный в мир игры, мог проводить множество часов. И звук к этому только располагает. И на длинных игровых сессиях он ни капельки не раздражает. А дальше я бы хотел рассмотреть одну из моих самых любимых игр. The Last of Us 2. В свое время игра вызвала очень большой резонанс в игровом сообществе. В ней много, по мнению сообщества, спорных моментов в сюжете. Но одно остается на высоте. И с чем согласны все. Это техническая составляющая игры. А для меня, как для аудиоспециалиста, это ее аудиосоставляющая. Вы могли видеть мои другие ролики с частичными отсылками к этой игре. В одном из роликов я воссоздал систему движения персонажа. Так же, как и специалисты из Naughty Dog. Если вас просят показать хороший пример с самой хорошей реализацией гиперреализма в звуке, смело показывайте звук из The Last of Us 2. По сути, весь геймплей — это управление персонажем, перемещение по разным поверхностям, сражение с врагами и крафт. Для звуковой составляющей очень важно, чтобы эти звуки были проработаны. Все звуки, связанные с персонажем, важны. Поэтому детализация таких систем, как система движения, очень важна в этой игре. Также стоит упомянуть звучание монстров в игру. В сравнении с первой частью они были переработаны. Мало того, что теперь они звучат детально и реалистичнее, вдобавок доработана система реагирования на главного героя. Все это увеличило погружение в игру. Здесь одна из лучших реализаций стелс-режима с точки зрения звука. Тут мы можем слышать ребаланс всего микса. Что-то становится тише, что-то становится громче. Шикарнейшие реакции неигровых персонажей на главного героя. Они переговариваются между собой, общаются с главным героем, обращают внимание на его действия. К примеру, если стрелять рядом с неигровым персонажем, он может спросить у вас, все ли у нас хорошо. Для поддержания настроения в игре можно услышать тональные подкладки в виде дронов и музыкальных партий. И в игре S с этим работает очень аккуратно, каждый раз, когда такой прием срабатывает. Тут нет страшных райзеров из ужастиков или слишком сильного теншена, который бы мешал игровому процессу и создавал излишнее напряжение. Все очень аккуратно и деликатно. Каждый элемент звука направлен для создания ощущения одиночества. От Карторова порой становится чуточку жутко. В режиме Exploration музыка всегда находит лучший момент, чтобы подчеркнуть красоту окружающего мира. И я не могу не упомянуть про звуковую систему гитары. В игре гитара как игровой инструмент, и на нем можно поиграть. После выхода игры на ютюбе можно было видеть множество песен, которые игроки переигрывали в игре. И еще, кстати, прикольная система, когда мы вводим стволом оружие и разбиваем окна. Технически мало кто это реализовал в своих играх, а Naughty Dog делает. Детализация звука в этой игре просто на высоте. Когда меня спрашивают, где можно послушать лучшие звуки оружия, я всегда говорю, что это Battlefield V. Это хороший многопользовательский шутер, у которого со звуком все гораздо лучше, чем у многих его собратьев по жанру. Если вы делаете игру с огнестрельным оружием, просто берете Battlefield V и повторяете. Получится очень хорошо, если вы, конечно, справитесь. Для жанра шутеров от первого или третьего лица очень важна проработка оружия. Я говорю не просто о вкусных звуках выстрелов, а еще о том, чтобы на слух можно было определить тип оружия, из которого стреляет враг, дистанцию до врага, опасность по отношению к вам. В этой игре очень хорошо сделано звучание оружия с точки зрения самих выстрелов. Отдано предпочтение мощности больше металла, но зато все понятно и каждое оружие имеет свой характер. Очень приятные хвосты выстрелов, в которых считывается пространство. Это вторичное отражение при выстрелах на открытом пространстве или в закрытом. Оружие имеет очень реалистичное звучание. Скорее всего, аудиоспециалисты студии провели очень много времени на стрельбищах, записывая контент. Также очень круто сделана система вайсоверов. Это звуки голоса в игре. Они не отдельно звучат от игры, а полностью описывают происходящее на поле сражения. Тут тебя может позвать на помощь член команды или предупредить о враге в какой-то части локации. Кричат и общаются с тобой, как реальные люди. Обратите внимание на приоритизацию звуков, на детальность позиционирования в пространстве. Всё это помогает игроку ориентироваться в условиях насыщенности геймплея. Микс чистый. Мы отчетливо можем разбирать различные орудия игроков и технику. Battlefield — пример хорошего информационного микса. Ещё один из ключевых моментов игры — это как аудиоспециалисты сделали микс таким, чтобы, несмотря на стрессовых звуков оружия, в игре комфортно было проводить длительное время. Например, Call of Duty не может похвастаться такой же мягкостью микса. Без Overwatch этот список был бы не совсем честным. Overwatch является киберспортивной дисциплиной, и случилось это неспроста. Overwatch — это соревновательный шутер, а не для одиночной игры. Соответственно, в звуке в первую очередь важна информационная составляющая. Например, кто выстрелил, откуда, попали ли вы в цель, сколько у вас патронов, ведется ли по вам огонь. Одни словом — те звуки, которые нужны для победы. Обратите внимание на игровой микс в целом. Он лишен множественных художественных составляющих. Звуки окружения почти скрыты от игрока в активной фазе игры, так как для этой игры они не важны. Здесь важны звуки, издаваемые другими игроками. Специалисты из Blizzard разработали особую систему приоритизации микса. Все события поделены по классам, и у разных объектов различный приоритет. Когда мы бежим по карте, и никого рядом нет, мы можем слышать звуки обмундирования персонажа, эмбиенс, но стоит в игровой области появиться объекту, который будет рассматриваться как вражеский и несущий угрозу игроку. Весь микс перестраивается. Звуки одежды и окружения уходят на второй план, и игра звуком начинает указывать игроку на важные и опасные моменты, откуда можно ожидать угрозу. Опытные игроки сильно полагаются на звук в этой игре для повышения своего результата. Помимо самой игры, у них целая вселенная в виде мультика. И то, как звук через войсоверы переплетен между игрой и сопровождающими материалами, это крутой пример единообразия звучания всего продукта в целом. Если вам интересно подробно разобраться, как работает звук в игре, предлагаю вам посмотреть записи с конференций, на которых аудиокоманда Blizzard рассказывает о проделанной в Overwatch работе. Эта игра стала первой игрой, которую я разбирал на стримах «Саунддизайнер играет в игры». Я до сих пор поигрываю в Returnal, и каждый раз получаю большой спектр приятных эмоций от звуковой картины игры. Returnal — это шикарнейший roguelike эксклюзив для PlayStation 5. Мрачный sci-fi roguelike шутер с видом от третьего лица заставил меня много раз потеть от напряженного геймплея и мрачных дроноподобных звуков. Динамичный микс хорошо показывает себя в нагруженных боевых сценах с множеством противников. Важные элементы геймплея всегда слышны, к примеру, звук зарядившегося супервыстрелового оружия. Когда здоровье становится всё ближе и ближе к нулю, мы начинаем слышать всё меньше окружения и всё больше нашего персонажа, который из последних сил старается выжить на недружелюбной планете. А за темный эмбиент ставлю 10 баллов. Ну и раз в этом видео я говорю о хорошем звуке в играх, не могу не упомянуть звук в игре Inside. В прошлом году я записал видео, как работает звук в играх на примере Inside, в котором подробно описываю множество звуковых подсистем игры, а также рассказываю о детализации, которую себе многие инди-проекты не позволяют. В игре действительно проведено много работы не только с технической стороны, но и с точки зрения драматургии и художественного замысла. Звук выстроен на самом топовом уровне. А сейчас предлагаю посмотреть немного геймплея из игры. В игре очень стилизованная картинка, при этом ощущение, что создаются синергии звука и картинки, могут быть ярче, чем от многих ААА игр. Субтитры создавал DimaTorzok А завершить это видео мне бы хотелось на положительной казуальной ноте. Рассмотрим Super Mario Odyssey для Nintendo Switch. Несмотря на то, что игра классический японский аркадный платформер, звук в Марио не ядовит. К примеру, в Сонике или любом другом японском платформере зачастую звук достаточно ядовито звучит из-за исторической составляющей. Игры изначально выходили на старые консоли, и звук был восьмибитным, достаточно резким. И для отсылки к первым версиям, даже новые игры часто звучат довольно ярко, с очень ядовитым верхом. А в Марио мягкое звучание, и это классно работает. Казалось бы, игра детская, но приятные ощущения от звука испытает каждый. Приятный мягкий саунд, со всеми атрибутами хорошей казуальной игры. Кстати, в интернете есть несколько видео о том, какая детализация звука была сделана аудиокомандой. О том, что многие звуки работают в тональности с музыкальной композицией. О том, как музыка из объемного саундтрека переходит в восьмибитную версию, когда Марио становится восьмибитным персонажем. И так далее. Если у вас получится поиграть в эту игру, обещаю, вы не пожалеете. Каждая из этих игр достойна более долгого анализа и демонстрации систем. Но мне кажется, вам будет намного приятнее услышать и разобрать, как работают звуки самостоятельно. Кстати, каждый месяц на нашем канале мы проводим стримы, на которых я играю и разбираю, как работает звук в различных играх. Я оставлю ссылку на плейлист. Но у меня на сегодня всё. С вами был Александр Хилько. До новых встреч. Пока. Пока.